В Ненинской тундре завершились торжества по случаю главного праздника оленеводов – Дня Оленя. Последними его отметили жители острова Колгуев. Мероприятие организовано при поддержке администрации Ненинского округа в рамках соглашения с компанией «Лукойл». Для оленеводов и их семей организовали концертную программу и традиционные соревнования по северному многоборью. Репортаж Алины Ваучейской. Нарту за нартой оставляет позади себя Василий Варницын. Он показал один из лучших результатов – 35 штук. Говорит, перепрыгнул бы больше, да не тренировался. На праздник оленевод прибыл прямо с рабочего места. Вот, сейчас пролетели, можем поучаствовать, показать себя, на других посмотреть. 19, 20, 21, еще. А это лучший прыгун среди возрастной категории до 18 лет. Вова Левичев – житель островного поселка Бугрино. Он мечтает стать оленеводом, поэтому с малых лет тренирует в себе ловкость и сноровку, которая пригодится ему в тундре. Нужно ноги качать и высоко прыгать. Учиться долго нужно. То есть нужно максимально поднимать тело вверх или как? Вверх и вдаль. Прыжки через нарты, метание тензия на хореи, бег по пересеченной местности на скорость – все эти виды национальных состязаний неразрывно связаны с бытом и работой в тундре. Сегодня на Колгуеве отрасль оленеводства находится не в самом расцвете. После массового падежа оленей, он случился в 2012 году, здесь восстанавливают поголовье животных. На протяжении пяти лет на остров по вертолетам завозили быков для увеличения популяции. Финальный спецборд с оленями приземлился на острове в 2018-м. Если нам привозили 20 голов, то увеличили мы их до 40 взрослых и 4 теленка новорожденных у нас. Значит, в эту зиму будем стараться. И оленеводы поставили себе цель приучить еще из дикого стада 30-50 штук оленей. И этого, наверное, нам хватит, чтобы в будущем уже приучить основное стадо, что ездить не на снегоходах, как мы это делаем сейчас, а именно на оленьих упряжках. В планах у фермеров увеличить общее стадо до 3000 голов. Тогда удастся решить сразу несколько островных проблем. Будут рабочие места в тундре, появится возможность сдавать мясо и субпродукты оленеводства. А на вырученные средства можно улучшить материально-техническую базу хозяйств. Все к этому и идет, уверен самый мудрый житель Калгуева Иван Варницин. Дело его предков должно жить. Надо бы, конечно, продолжать. Вот этот, я вот сам вот 38 лет оленеводстве проработал. И сейчас мы без тундре, в общем, что-то не все. Кстати, в рамках праздника Ивану Варницину вручили почетную награду. Нагрудный знак оленевод получил из рук Ангелина Ордеевой. Иван Александрович, вот каждому ветерану оленеводства вручается знак за личный вклад развития оленеводства в округе. И вручается ценный подарок, чтобы дома пить чай. Ненецкие танцы и песни, как красочный финал главного тундрового праздника. Сразу после награждения лучших спортсменов и слова благодарности от первых лиц за их тяжелый труд. Поздравляю вас с традиционным праздником Ненецкого автономного округа, Днем Оленя. Для жителей Заполярной Тундры олень это главный помощник, объект поклонения, источник жизни, дарующий еду, одежду и живище. Оленеводство всегда был и остается одним из основных способов хозяйствования в регионе. Мы говорим спасибо всем дружинкам отрасли за преданность любимому делу, за сохранение народных традиций. День оленя на острове Колгуев отмечали впервые за несколько лет. Праздник пришелся по душе и взрослым, и, конечно, малышам, поэтому было принято решение проводить его ежегодно. Алина Волучейская, Леонид Шишилов, телеканал «Север», остров Колгуев, Ненецкий округ.